Всем здорова, братва! Добро пожаловать на мой канал, на мое новое видео. В сегодняшнем видео хотел бы с вами поговорить и вам рассказать о том, как выглядит моя комната, как выглядит то место, где я живу. Локальный рум-тур по местности, да, так сказать. Всем приятного просмотра, надеюсь, вам понравится. Все, меньше текста, больше дела. Погнали. Я прочитал в книге, что мусор и такие старые вещи, они притягивают дерьмо и все это такое, что притягивает неблагополучное состояние. И, в общем, решил все свои старые вещи повыкидывать. Здесь весь мой первый курс. Это штаны, в которых я отработал, может, часов, наверное, 300. Здесь мои рубашки, здесь, в общем, все. Здесь даже, смотрите, даже есть такая темка. Вот такая вот. Это я работал в центре Варшавы, находится отель. Я работал очень долго, на протяжении там полугода работал. То же самое с обувью, с носками, все это старое. Пора с этим всем дерьмом прощаться, раз и навсегда. Надеюсь, я к этому больше дерьму никогда не вернусь. В общем, все, мой бейджик. До свидания. Это все остается здесь. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Так, ну что, пришло время показать вам такое локальное место, где я живу. Это такие небольшие апартаменты. Так сказать, это заброшенный отель, который просто выкупил Атлантика, в которой я работаю. Там вон моя комната. Всего два этажа и примерно где-то сколько? Десять где-то комнат, да? Вот как-то так. Ну, здесь такой пустырь для парковщихся там тачек. Это вот вход. Здесь мы всегда стоим, сидим, ждем машину, которая за нами приедет. У нас раньше было здесь человек может десять, двенадцать собиралось. За нами приезжал такой большой, огромный бус. И мы все отсюда съезжали. Здесь была раньше рецепция. Там вон какое-то здание, если видите, да? Там вон есть кухня. Она закрыта, не могут зайти. Это перила сломал я, когда бежал наверх к соседке. Это я его вырвал. Вот. Здесь у нас бильярд есть, который никто никогда не играл. И, судя по всему, он настолько дешевый, что даже его никто не устанавливал. Бассейн, который, к сожалению, заброшен. В нем никогда... Ну, я не видел, по крайней мере. Этот отель уже не существует, как я понимаю. Года три. Может быть, плюс, минус, больше, меньше. Но сам факт. Вот так выглядит бассейн. Заброшенный. В котором никто уже три года не купается. Заброшенный бассейн. Заброшенные лежаки. Заброшенные навесы. Ну, и заброшенный отель, конечно же. На этом с экстерьером мы закончили. Теперь погнали, пацаны, я в интерьер. Так, живу я в комнате номер семь. Это очень крутая комната. Комната номер семь. Запрашиваем. Встречает нас комната довольно-таки большим размером. Прихожей. Здесь прихожая, как маленькая кухня в какой-то квартире. Довольно-таки большая. Раковина, которой я никогда не пользовался. И когда мне убирали здесь комнату, забыли еще одни ключи. И у меня три, а должно быть два. Все по-старому. Все такое савдеповское. Да, как было у нас у наших родителей. Этим я ничем никогда не пользовался. Потому что в основном я у меня все в столовой на работе. Вода есть в раковине. Видите, раковина вон уже черная. Здесь что в тумбочках? Здесь такое полотенце, туалетные бумаги. Как видите, да. Это все, к чему никогда не доходили руки. Потому что всего навалом. Здесь тоже самое. Постельное белье. Это маска Янека. Он купил ее за 20 евро, но почему-то не использовал. Здесь ложки вилки. Использованный чай. Ну и стол, который я принес со двора. Здесь в углу он идеально встал. И стула тоже. Почему здесь полотенца у меня лежат на полу? Объясняю вам раз. Каждое воскресенье здесь убирают уборщицы. Чтобы им было легче узнать, где грязные вещи, я их всегда оставляю вот здесь на полу. И они приходят, и они сразу видят, что человек оставил их здесь на полу. Соответственно, можно их забирать. Холодильник, братва. Холодильник довольно-таки вместительный. Два-три человека может здесь что-то хранить. Даже морозилка есть. На втором этаже, на заметочку, морозилки нет. Что у него в холодильнике? Как видите, остался только пивас. И то это пивас Янника. Так как вы знаете, я не пью никогда. И никогда в жизни пить не буду. Поэтому мы с этим пивасом делаем такую вещь. Пивас готов. Холодильник готов. И, кстати, картина классная. Хотел забрать, но не буду. Перейдем, пожалуй, к душу. В душ, который мне не совсем нравится. Потому что, на самом-то деле, душ голимый. Душ голимый. Почему? Объясняю вам один раз, чтобы было все понятно. Раковина окей. Она грязная, потому что никогда она не чистилась. И на это нет времени. Эти полки окей. Но душ, пацаны, душ это просто дерьмо. Посмотрите вот на этот переход. Здесь всегда, здесь всегда мокро, потому что вода стекает с душа. Она идет сюда, и здесь всегда мокро. И когда ты выходишь с душ, когда ты выходишь с душ, и хочешь почистить зубы, ты приходишь сюда, здесь уже мокро, ты стоишь, чистишь зубы, и когда ты выходишь. Когда ты выходишь в комнату Ты выходишь в тапочках Ты идешь в тапочках Это я уже сейчас постелил И по всей комнате растягивается грязь По всей комнате вот так вот Ты тянешь грязь за ногами Вот оттуда И поэтому не сильно я люблю этот душ Туалет? Окей, может быть Здесь, кстати, тоже есть надписи Что там не сорите, не кидайте ничего в туалеты Что туалетную бумагу ничего не надо кидать Ну и в принципе Эта самая голимая часть уже закончилась У меня здесь две кровати У Янека была одна, но Янек уехал домой Закончил практику раньше У меня здесь двойная кровать Панорамный вид с балкона Такая, ну, офигенный видос Я вам так скажу, если жить на втором этаже И такая панорама вам открывается То довольно-таки круто вставать рано Утром, когда вам светит так солнце Вы выходите на балкончик Попиваете себе чай, кофе Конфетки, печенье В общем, здорово Полочка неплохая В принципе, круто Переноска, кстати, моя с Польши Я ее... Главное не забыть И да, все вещи я собрал Потому что мне сказали, что 15-го числа ты, Алексей, должен съехать с этой комнаты В другую комнату Сегодня у нас 13-е И вот я решил как раз записать это видос За два дня до выезда Чтобы вы тоже знали Здесь у меня картина Здесь у меня картина, которую Я нашел в этих апартаментах И она кому-то достанется из моих друзей Ну и, кстати, вот примерно так я приехал в Грецию Ну, за исключением тех вещей, которые я выкинул Вот так я приехал в Грецию Здесь у меня Одно из моих самых важных документов Это моя... Мой, можно сказать, дневник Тетрадь для финансов Но в нем я пишу всю свою жизнь Вот как YouTube Как я завел YouTube Вот так я и пишу дневник Ну и, конечно, я не могу быть в дороге без книги Книга присутствует всегда со мной Любая, на любую тему Здесь у меня английский Вот, уже почти сотый урок я прохожу Из 115, поэтому Книга всегда со мной Главный атрибут Это камера Но, к сожалению, не могу монтировать Потому что нет компа Пару футболок Кроссовки Ну и это такое Кому ничего не интересно Зубы полоскать, бриться И чистить уши Не так, как в общаге, конечно Но кровать довольно-таки прикольная Вот на деревяшках оно все Матрас здесь лежит Кровать деревянная И та вторая так же самая И третья точно так же Но еще, братва, забыл вам показать Такое расписание, которое у меня есть Смотрите Я каждый свой день практики Каждый свой день практики Я считаю Смотрите Когда я приехал, было 122 дня С 1 июня по 30 сентября У меня было условие Что я буду по контракту работать Четыре месяца Но дальше я решил пролить Потому что больше денег Потому что еще месяц бесплатно жить Вот, еще один октябрь Итого сумма моих дней Получается, я буду ровно здесь 150 дней 122 дня было с четырьмя месяцами Плюс здесь до 25-го я буду 122 плюс 25 Итого 147 дней Ну и 26-й день я буду уже собираться Буду влетать Эти листки вообще у меня с универа Не знаю, что там подписано Для меня это практика Какая-то тюрьма Шкаф довольно-таки неплохой И здесь вы сможете увидеть Только одну мою кофту На случай всяких дощей и так далее Это, кстати, сейф Если вы не видели Вот такой сейф имеется Но от сейфа нет ключа Прикольная темка Так становится Как книга, да? Английский славник Так вот открывается Вау, неплохо Это штаны Ну и это Пустая полка яна Ну и на шкафу там Всякие дезодоранты, очки мои Такое локальное уже Ну и самое интересное Самое интересное, что Есть в этой В этой комнате Это, конечно же, балкон Погнали Балкончик открывается Вообще очень крутой Штукой Так Тянет Тянет И открывается Здесь, кстати, есть То, что Трипадвизор рекомендует И на балконе У меня Просто рабочая Рабочая обстановка Здесь Все мои рабочие шмотки Кроссовки Запасные кроссовки Штаны, трусы, носки И рубашки Единственное, что напрягает Иногда Это вот эта зелень Которая здесь Простягается Она иногда падает Вот сюда На пол Когда это было лето Это было очень-очень Туго с этим Эта зелень Вообще иногда Прорастала в балкон Что ты Свои носки Вытираешь тогда Выжимаешь И тут тебе зелень в глазах Балкон Довольно-таки Большой Можно сидеть в компании Можно сидеть одному Попивать Смотреть Читать Что хотите Можете делать Вот так вот Оценю эту комнату На 8 из 10 8 из 10 Так как За минус от душа Вот Душ портит все Если бы не душ Было в 10 из 10 Хочу вам сейчас Рассказать о том Как здесь круто Сделано электричество Видите Сзади у меня такая штучка Здесь написано Такое Напоминание Что Пожалуйста Когда вы Выходите из комнаты Забирайте Вот этот ключ Этот ключ Служит от всего Электричества Когда вы Вытягиваете Электричество Тухнет Здесь конечно Есть счетчики На случай Всяких Всяких Приколов Но все Но все Таки Здесь розетка Рядом Электричество Вот за это Я ставлю лайкос Это прям Очень крутая Тема И знаете Сколько плачу За эту комнату Полгода Я живу Бесплатно При помощи Того Что у меня Офигенные Два контракта Контракт С Эрасмусом И контракт С отелем У меня Бесплатное жилье И бесплатная еда Это вот одно Самое Важное преимущество При этом Я еще работаю Зарабатываю Деньги При этом Я еще практикуюсь Тоже зарабатываю Опыта На практике Поэтому все Пацаны Я за эту комнату Плачу Зеро Зеро Потому что Я Сделал Все Настолько Максимально Офигенно С документами Что документы Позволяют мне Не платить За комнату Ничего А сколько Приносит мне Эрасмус плюс Об Эрасмус плюс Я хочу вам Рассказать Уже в следующих Видосах Как на него Податься Как Что Зарекрутироваться Как сделать Так Все Чтобы Было Все четко Чтобы Все быстро Найти И чтобы Все быстро Сделать Показал вам Комнату Рассказал вам Надеюсь На то Что вам Понравится Видос Дальше буду Что-то Придумать Какие-то Идеи Снимать Показывать Всем спасибо За просмотр Кто посмотрел Это видео Каждый зритель Важен Спасибо большое Встретимся В новых Видосах Субтитры